Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры! Сегодня мы с вами поговорим о самой красивой составляющей русских шашек, о комбинациях. Безусловно, комбинации привлекают внимание и любителей, и профессионалов к этой древней игре. Что такое комбинация? Комбинация – это самый важный, универсальный из всех тактических приемов игры. Почти каждая шашечная партия обязательно связана с комбинациями. Они либо осуществляются в процессе игры, либо остаются незамеченными, так сказать, за кулисами. В принципе, что является мотивом для проведения комбинации? Всего есть три мотива. Первый – это ослабленные дамочные поля соперника. Второй мотив – это решето, так называемая, решетчатость. И третий мотив – это так называемый роздых или свободный темп. То есть, когда соперник нападает на вашу шашку, и вы знаете, что он следующим ходом будет обязан побить ее. Сами знаете, что в русских шашках бить обязательно. Это не шахматы. То есть, в шахматах напал можно не бить, а в шашках бить обязательно. Что такое вообще комбинация? Комбинация – это серия ходов, непрерывно связанных с жертвами, объединенные по единым замыслам, преследующих позитивную цель и форсировано приводящих к качественному преобразованию позиций. Цель любой комбинации – это достижение объективной выгоды. Под конкретной целью комбинации можно понимать следующие выгоды. Первый – это проход в дамки. Второй – это достижение материального преимущества. То есть, выигрыш одной или нескольких шашек. Возможно, это достижение позиционного преимущества. То есть, за счет проведения комбинации мы получаем лучшую позицию. Или выигрываем, или получаем преимущество. И четвертый пункт – это спасение трудной позиции. Безусловно, бывают такие позиции, где только комбинация способна привести партию к ничьей. Все остальные варианты проигрывают. Бывают такие позиции, что единственным выигрышем является комбинация. То есть, позиционно вы давите на соперника, и рано или поздно позиция приходит к тому, что надо провести комбинацию. Если вы ее не заметите, допустим, вы можете проиграть даже. Но если вы ее увидите, то вы выиграете. Большое значение для проведения комбинации является так называемое комбинационное зрение. То есть, раньше, в былые времена, шашисты даже называли комбинационное зрение дар Божий. Сейчас многие тренеры, сильные шашисты, они способны, так сказать, поставить вот это комбинационное зрение у любого практически начинающего игрока. Комбинационное зрение – это умение увидеть и выявить имеющиеся в позиции мотивы, идеи и механизмы будущих комбинаций. То есть, сперва мы видим мотив, три мотива. Я еще раз повторяю. Первое – это ослабленные домочные поля. Второе – это решето, так называемое. И третье – это роздых. То есть, мы видим мотив, мы видим, затем уже видим решающий удар и должны как бы в своем мозгу увидеть вот начальную позицию и конечную, к чему приведет комбинация. И затем обязательно оценить ее. Потому что бывают комбинации, которые не ведут к преимуществу, к выигрышу. Наоборот, они даже… Можно провести комбинацию и еще проиграть. Поэтому важно еще обязательно оценить, так сказать, комбинацию. То есть, стоит ли ее проводить. Ну, давайте рассмотрим все на примерах, на шашечной доске. Вот, друзья, посмотрите на данную позицию. Как раз все три мотива в данной комбинации есть. То есть, первый мотив – это ослабленные дамочные поля. Второй мотив – это так называемая решето, решетчатость. То есть, видите, между шашками черных есть свободные поля. И третий мотив – это роздых. То есть, последним ходом черные, видимо, напали на белых. И белые могут провести комбинацию. Ну, хочется сразу же сказать, что если белые не будут проводить комбинацию, преимущество захватят черные. Скорее всего, они победят, так как у них будет мощный центр. То есть, если как-нибудь белые сыграют Б3, то, скорее всего, черные победят, допустим, после АЖ7. Ну, по крайней мере, большое преимущество будет. Поэтому белым тут надо проводить комбинацию. Ну, хочется вроде бы ФЕ3 сходить, но после этого хода черные победят. То есть, они побьют сюда, белые побьют, и черные побьют именно сюда. То есть, белые ожидали, что черные побьют сюда, и они сыграют ЕФ2, и затем проведут вот такой удар с выигрышем. Но черные, естественно, не попадаются, они бьют в эту сторону. И выигрывают шашку. То есть, видите, друзья, надо правильно рассчитать последствия комбинации, прежде чем ее проводить. Обязательно. Белые не рассчитали, и в итоге проиграли. На самом деле, к выигрышу ведет ход ДЕ3. То есть, как бить черным? Если черные бьют в эту сторону, то есть, это двухвариантная комбинация, то белые бьют сюда, черные сюда, и белые уже побеждают. Как раз вот они проводят тот удар, который они хотели провести. Дамка, и бьют дальше с выигрышем. То есть, в эту сторону бить нельзя, получается. Приходится черным бить сюда. Теперь белые играют HG3. Черные бьют две шашки. Шашка превращается в танку. Играют GH4. То есть, видите, за счет роздыха, так называемого, свободного темпа, белые смогли сделать марш с шашкой H2 на поле H4. Черные бьют, и теперь уже белые строят окончательный, так сказать, скелет комбинации и проводят завершающий удар с поля H2. Черные побили, и белые бьют четыре шашки и дамку соперника. То есть, бьем сперва сюда, затем продолжаем удар сюда, и лучше всего побить сюда. Затем снимаем шашки соперника. Эту шашку мы бить не можем. То есть, сперва проходит удар, затем снимаются шашки. Так называемый турецкий удар. Ну, здесь черные вынуждены уйти в сторону. Ну, и белые тут легко побежали. Допустим, напали, отошли, напали, отошли, напали. Ну, и позиция легко выиграна. Вот это первая комбинация. Давайте рассмотрим еще одну комбинацию. Ну, черные грозят, следующим ходом выиграть шашку и победить. То есть, видимо, ну, видимо, последний ход черных был. Вот, видимо, такая позиция. Белые пошли сюда, черные сюда, допустим. То есть, угроза стоит. И если белые не проведут комбинацию, то они проиграют даже. Ну, сразу же бросается в глаза, что у черных ослаблено дамочное поле. То есть, шашисту, у которого комбинационное зрение развито, он сразу видит, что ослаблено дамочное поле. В принципе, больше слабостей у черных нет. Ну, вот за счет ослабленного дамочного поля белые побеждают. То есть, они жертвуют две шашки, пропускают черных в дамки, затем жертвуют еще одну шашку, еще одну, еще одну, отдают последнюю шашку и затем снимают богатый урожай. Бьют три шашки, четыре. И, видите, если здесь остановиться, то черные затем побьют вот этой шашкой. То есть, она не сбита, приходится бить на поле Д2. И затем только снимаем шашки соперника. Ну, и в этой позиции, я думаю, белые должны победить не знаю, кстати. Возможно, что и ничейная комбинация. Но, по крайней мере, белые здесь не проиграли. То есть, только за счет проведения комбинации. В остальных вариантах они проигрывали. Ну, и последняя комбинация на сегодня. Позиция из Гамбита Кукуева. То есть, последний ход обычно делают в этой позиции так, и белые затем играют так и так. Черные отвечают. А черные решили ответить ВЦ5. Ну, и белые решили не сводить к этому варианту ничейному, а решили провести комбинацию. Отдали шашку. И пошли ЕД4. Так, прошу прощения. Перепутал. Еще раз. ЦБ2 побили. И ФЕ5. И у черных есть два варианта для взятия. Но если черные побьют сюда, то белые выиграют. То есть, белые отдадут сюда. Дамка. И белые легко победят. Поэтому черные должны бить в другую сторону. Такая позиция. Отдали. И отдают две. То есть, черные обязаны бить в эту сторону. Дальше что происходит? Черные, белые играют СД4. Теперь у черных есть несколько взятий. То есть, есть взятие шашкой. Есть взятие дамкой на это поле. Есть взятие дамкой на это поле. И еще и на это даже есть поле. То есть, всего есть раз, два, три, четыре взятия. Если черные бьют в эту сторону, то белые бьют сюда. И черные проигрывают. Дамка. И эндшпиль выигран. Легко. То есть, в данной позиции черным надо бить аккуратно. Сразу же скажу, что ничья у черных есть. Но ее надо еще найти черным. То есть, если черные бьют дамкой сюда, то белые легко побеждают. Побили сюда. И сюда. С выигрышем. То есть, второе взятие также проигрывает. Еще осталось два взятия. Если черные бьют дамкой на это поле, то обратите внимание, белые тоже побеждают. Вроде бы кажется, что они будут бить сюда, а они бьют на поле F4. И после того, как черные бьют две шашки, белые легко побеждают. То есть, черные пойдут сюда, белые отрезают две шашки соперника и легко выигрывают. То есть, а если пойдут, допустим, сюда, напали, пошли сюда, напали, пошли сюда. Так называемые штаны или распутье. Нет, а штаны, по-моему, да. Называется шашечный прием. Красивый. Но остался последний нерассмотренный вариант. Только он ведет к ничьи. Эта комбинация была придумана шашистом Федоровым. Очень красивая. То есть, надо бить дамкой именно на это поле. И после того, как белые бьют три шашки и дамку, партия заканчивается ничьей. Друзья, на примере последней комбинации вы убедились, что даже когда соперник проводит комбинацию, вы ее не заметили, допустим, надо искать возможные варианты, все возможные варианты перебрать. И, возможно, вы найдете ничейное продолжение. Возможно, даже соперник ошибся с комбинацией и вы можете даже выиграть. То есть, всегда, всегда надо искать хотя бы ничью. Ну, рано складывать, так скажем, оружие, пока еще есть возможность бороться. Это видео было о том, какие есть комбинации, мотивы для проведения комбинации, что такое комбинационное зрение, как искать комбинации. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. До свидания. Завтра, кстати, планирую записать видео о мышлении шашиста во время шашечной партии. Ну, это эксклюзивное видео, так сказать, разработка моего тренера Александра Ивановича Николаева. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok